Приветствую вас. Я бы хотел спросить для начала, что вы подразумеваете бот справится с такой ситуацией? То есть как вы себе это видите? Как вы представляете это себе? Давайте мы с вами для начала выделим факт. Есть факт, что вы встречались с молодым человеком. Какое-то время вы были вместе, совершенно очевидно, что вы привыкли друг к другу. И потом вы расстались. То есть по факту есть какие-то причины объективные, которые привели вас к решению о том, что нужно расстаться. У любого решения есть своя цена. Вы, когда расставались, думали, считали, полагали, предполагали, что мужчине будет больно? Или вы думали, что он абсолютно спокойно воспримет тот факт, что вы расстались? К примеру. Как вы ожидали? Что вы ожидали? Следующее. Вы пишите, что я чувствую, что делаю ему больно. Вообще говоря, нельзя сделать другому человеку больно, если только вы не причинили ему эту боль сознательно. Ну, к примеру, если вы его не оскорбили, если вы его не унизили, если вы его не оклеветали, опорочили, опозорили, если вы все это не делаете, всего этого не делаете, то в таком случае я полагаю, что можно вести речь о том, что у вас есть проблемы с личными границами. То есть проблема отделить одно от другого. Вы приняли решение расстаться, решение было трудное, вы его приняли, и вы не в ответе за то, что какую-то боль испытывает молодой человек. Да, молодому человеку, безусловно, не сладко. Но подумайте вот о чем. Если ваши отношения зашли в тупик, и если бы молодому человеку не было бы больно, то сделал бы он в таком случае какие-либо выводы о том, что он неправильно поступал. Сделали бы, сделал ли он выводы тогда о том, что нужно свое поведение как-то менять, к примеру. На мой взгляд, не сделал бы. И не сделал бы он это в первую очередь потому, что не было бы никакого сигнала к этому. А так, испытывая боль, молодой человек, несомненно, что-то поменяет в своей жизни. И больше такой боли испытывать не будет. По факту вы сейчас, на данный момент, оказываете ему услугу. Вы оказываете услугу ему в том, что учите его тому, как правильно поступать. Как верно поступать. Как не вредить себе. Ведь он вредил себе, раз вырастал с ним. С другой стороны, если вы, испытывая чувство вины перед молодым человеком, не приходите к каким-либо решениям, то есть, к примеру, вы не принимаете решение, что расставание не лучший выход, то можно говорить о том, что, а, вы его жалеете, и, б, вы склонны вообще испытывать чувство вины из-за своей гиперответственности. То есть, вы склонны брать ответственность за других людей, но из себя. Знаете, если это так, а человек вряд ли берет ответственность за других в единичном случае. Если это так. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что могло бы быть как-то иначе, чем то, что вы описываете. То есть, я сомневаюсь, что вы могли бы не расстаться с молодым человеком. Почему? Потому что, если человек, в данном случае вы, берет на себя ответственность за других людей, то он, тем самым, перестает брать ответственность на себя, за себя самого. Это означает, что вы меньше несете ответственности за себя и больше ответственности несете за других. То есть, вы действуете себе в ущерб, действуя для других. Ущерб проявляется в заботе о себе. Ведь если бы вы о себе заботились, то вы бы расстались уже давно. Молодым человеком. Поскольку я уверен, что проблемы, из-за которых вы расстались, были и раньше. Они были довольно, ну, довольно продолжительное время. Но вы терпели, ждали, надеялись, что проблема решится сама собой. Нет, не решится. Люди не меняются. Только боль, только сильная боль способна человека измениться. Вот, например, сейчас мужчина получил реальный, реальный шанс измениться. Может быть, он изменится благодаря этой боли, и изменившимся, обновленным, предстанет прерываться. И, может быть, вы уже будете вместе. Но, если вы не изменитесь тоже, то вы рискуете вновь разрушить либо гипотетические ваши отношения с молодым человеком настоящим, либо с кем-нибудь еще. Поэтому необходимо брать ответственность только на себя. И полностью обеспечив себя своей собственной ответственностью, уже брать ответственность за других. Только в том, в чем они сами ее не несут. Ну, там, граница уже. Нет. Дальше. Такое ощущение, что молодого человека вы жалеете. Я, вот, конечно, не знаю, но есть у меня такое чувство, что жалеете вы своего молодого человека. Так именно жалеете его, так вам его именно жаль. Ну, на самом деле, это проблема. На самом деле, это проблема. Потому что жалость ставит вас выше него. Жалость означает, что вы ставите себя на более высокое место, чем его. Вот такой вопрос. вопрос. А зачем вам чувствовать себя выше? Для чего вам чувствовать себя выше? Выше. Ответ здесь только один. потому что вы не чувствуете себя в полной мере значимым. А это означает, что вы не раскрываете свои возможности, не раскрываете свои индивидуальные особенности и так далее. не делаете вы этого потому, что еще одним источником чувства вины является стыд, непринятие себя, от родителей. Иными словами, то, что вы себя обвиняете, связаны с тем, что говорят вам ваши внутренние голоса родителей. И вы эти голоса слушаете, принимаете их на веру, игнорируете свои желания и абсолютно не критикуете поступающую вам информацию. К примеру. К примеру. Обвинение например в том, что вы нехороший человек, что заставляете вашего бывшего мужчину страдать. К примеру. Стоило бы спросить ваших авторов голосов, которые вы слышите. Это может быть папа, мама, тетя, дядя, бабушка, дедушка, кто-нибудь еще. Стоило бы спросить, а с какой целью они обвиняют вас? С какой целью они призывают вас находиться в отношениях, которые зашли в тупик? То есть, налицо противоречия. С одной стороны, вы считаете, что ваши отношения зашли в тупик, и естественным для этого будет решение из отношений выйти, но с другой стороны, вы против того, чтобы делать человеку больно. но разве можно выйти из отношений, не сделав кому-то больно? Любому человеку будет больно, даже если нет чувства, потому что есть привычка. Как минимум. То есть, либо вы живете в каком-то иллюзорном мире, либо у вас очень серьезный конфликт между тем, что вы хотите, и тем, что вы должны. При этом, ваше взрослое состояние, взрослая часть личности абсолютно неактивна. нет критики, нет анализа, нет мышления, нет расчета, и так далее. Понимаете? Только лишь через понимание того, зачем вашим обвиняющим голосам в голове требовать от вас того, что они требуют, только понимание этого, и только предпочтение, ну, отдача предпочтения тому, что хотите вы, не справиться. только критикам того, что хотят сказать вам эти самые голоса ваши, позволят вам не справиться с чувством вины, и не справиться с этой ситуацией, с которой, повторюсь, не нужно справляться, это позволит вам освободиться от чувства вины, которые вы сейчас ощущаете. не справиться. Вот, примерно, примерно так, я бы сказал, что можно вам ответить на ваш вопрос. что я вполне отдаю себе отсчет в том, что этого мало, я вполне отдаю себе отсчет в том, что этого в общем-то недостаточно для к примеру ну решения вашей проблемы. Вот. Но на мой взгляд, на мой взгляд более чем достаточно для того, чтобы вы получили хотя бы первичное представление о ситуации, которая с вами происходит, чтобы вы хотя бы получили первичное представление о том, что вам нужно делать, что вы должны делать. Чтобы вы понимали, что необходимо, чтобы вы понимали, что нужно, как нужно поступать. Вот. Я надеюсь, что мой ответ поможет вам увидеть направления, в которых вам нужно двигаться, увидеть направления, в которых вам нужно корректировать, направлять свое поведение и, может быть, это послужит вам мотивом для того, чтобы обратиться, к примеру, к психологу у нас на сайте, на ресурсе, для того, чтобы мы вам смогли помочь, к примеру, разрешить ваши противоречия, которые у вас имеют место быть. Вот. Это то, что я хотел вам сказать. А, на этом, в принципе, я думаю, можно мой ответ закончить. Я полагаю, что пока что это достаточно, вы достаточно мало информации предоставили о себе. вот. Мне кажется, что, ну, надо бы все-таки побольше о вас разузнать, да, чтобы уже делать какие-то, ну, какие-то выводы, да, чтобы же конкретно вам помогать. Обращайтесь, если что, к любому из экспертов, мы будем рады вам помочь. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.